Поздравляю всех с воскресным днём и с попразднством Сретения Господня. Ещё один шаг нам сделан вперёд и всего один шаг нам остался до Великого Поста. Перед тем, как этот последний шаг сделать, Церковь нам напоминает о событии грядущем, о событии Страшного Суда, в котором, как мы слышали в Евангелии, сам Пастырь, сам Господь отделит из всего этого перемешанного стада нашего мира, который уже обрёл облик Вавилона, то есть смешанного. И придёт сам Господь, и только Он, наверное, сможет отделить овец от кузыщ. И, с одной стороны, это очень страшные слова, то разделение, которое происходит уже сейчас, и которое незаметно, и которое будет зримо в пришествии Господнем. И, как мы слышали, критерии, по которым Господь будет отделять, та причина, которую Он объяснит, она связана с теми делами, которые делали одни и не делали другие. Очень интересно ещё раз вспомнить, как шёл этот диалог, диалог в этой причине о Страшном Суде. Те, кто были милосердны, те, кто были Богом отобраны как овцы, они даже не представляли о том, что они милосердны. И ничего о себе не думали. Даже, может быть, в каком-то смысле внутренне ждали, или даже как-то почти просили, чтобы с ними поступили по справедливости, потому что они ничего, собственно, и не делали, и ничего за собой такого не помнят. Те же, кто ничего не сделал, наоборот, они всячески удивлялись, высказывали некие оправдания в свой адрес. Они не признали свою вину, но они начали оправдываться. И мы знаем, что церковь, состоящая из людей, это люди, это сообщество кающихся, прежде всего. И вот те, кто оправдываются, но не раскаиваются, и несут в себе этот дух, который не позволит им войти в стадо Божье. Не позволит им с удивлением и в то же время с какой-то затаенной тайной надеждой в сердце, с этим ожиданием, которым жило сердце Симеона, богоприимца, который просто ждал, что однажды, как ему было обещано, Господь явит ему себя. И точно так же и каждый из нас, конечно, ничего о себе не должен помышлять. И малейшие ростки помышлений и возвеличивания себя нужно пресекать и бояться их, и бежать от них. И только те, кто не знают за собой благих дел и, совершая их, не думают о них как о своей заслуге, но как о том, что они, возможно, хоть что-то из того, что не должны были, исполнили. Просто из того, что должны. Но ничего сверху. И о таких Господь и говорит, что они милосердны. Они напитали алчущего, напоили жаждущего. Они посетили больного и в темнице. В каком-то смысле даже мы, пребывая в неком таком двойственном, что ли, состоянии, с одной стороны, мы просим Бога, чтобы Он нас вразумил и поступил с нами по справедливости, чтобы мы, понеся должное наказание, вразумились, хотя бы пока мы еще здесь. И в то же время мы понимаем, что мы не можем ничего исполнить и просим милости, как и Матарь просил Бога. Милости будем негрешными. И все, что мы можем, это как блудный сын восставать от своих рожцов и идти в дом Отца нашего. Собственно, все христиане тем отличаются от остальных людей, что они способны встать и пойти в дом Бога. И они больше ничего не хотят в этой мире искать. Они хотят только пребывать там, где Господь. А Господь пребывает там, где пребывают верующие в Него. Там, где то сообщество, которое Богом освящено через Его Церковь. Бог там, где совершается богослужение, Бог там, где совершается божественная литургия и где происходит причастие Его тела и Его крови. Хорошо бы нам еще при здравом уме, при жизни, успеть и в самих себе отделить благое от злого, отделить овец от козлищ. Отделить в нашем уме те идеи, те наши движения умственные, те наши желания, те наши интересы, которые служат Богу и Его Церкви и ближним. И отбросить, отогнать, искоренить, ну хотя бы разглядеть те внутренние наши движения, идеи, наши пристрастия, которые не Божьи, которые не смогут вольфи в Сарство Небесное, которые не будут спасены. И если мы будем умом своим приоружены именно тем идеям, которые погибельны, то мы можем в каком-то смысле перейти на их чашу весов, которая перевесит, из которой мы можем также рухнуть в бездну. Поэтому желаю всем нам и в своем уме, и в своем сердце стараться складывать на чашу весов милосердия, на чашу весов благого, Божьего, духовного и оставлять пустой ту чашу, которая ведет в погибель. Причастников поздравляю с приятем стихожидающих тайн Христовых. Ангелы-охранители. Субтитры создавал DimaTorzok